Здравствуйте! Это программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24КЗ о самом главном, об экономике будущего. В Казахстане одним солнечным парком стало больше. Энергией небесного светила решили воспользоваться в поселке Щели, что в Хазардинской области. С момента подключения он уже выработал более 240 кВт энергии. Особо хочется отметить тот факт, что солнечные панели, использованные здесь, выпущены на заводе «Астана Солар». Это уже четвертая станция, которая успешно работает и наглядно демонстрирует все преимущества зеленой энергии. К слову, предприятия, создавшие этот парк, энергию используют не только солнечную, но и силу ветра и даже земли. 60 миллионов киловатт электричества ежедневно передаётся и распределяется в 14 подстанций. Это работа «Уранэнерго». Предприятие «Казатомпрома» доставляет энергию в урановые рудники протяжённость линии более 1200 километров. Казалось бы, столько энергии проходит через эти сети, но в головном офисе распределителей предпочитают использовать энергию альтернативную. Одними из первых мы внедрили солнечную электростанцию для развития альтернативной электроэнергетики. Используем мы и ветровые генераторы, и тепловые насосы. Всё это внедрено у нас. То есть мы не на словах, а на деле поддерживаем идеи зелёной экономики и внедряем, вот как видите. Этот солнечный парк начал работать месяц назад. Его мощность – 250 киловатт-часов. 1026 фотоэлектрических панелей постоянно вырабатывают энергию. Модули от рассвета до заката следят за солнцем, меняя своё положение по звёздной траектории. Всё полученное электричество отправляется в общую сеть. По подсчётам специалистов, все энергопотребности объектов организации на 100% покрывают зелёные киловатты. Шутка ли? Такого количества энергии хватит для 50 домов. А чтобы получить тепло, необходимое для отопления, здесь используют насосные установки. 25-миллиметровые шланги предварительно были закопаны на глубину 2,5 метра по всей территории организации. Их общая длина – 16 километров. Жидкость, находящаяся там, вбирает в себя всё тепло грунта и доставляет его в теплообмене. Производительность насосной установки – 155 киловатт. Теплонасосные установки используются для отопительной системы. И в зимнее время, и в летнее время также используются для подачи горячей воды в административно-бытовые корпуса. Также в зимнее время для отопительной системы гаражей, боксов под автотранспорт. С экологической стороны это очень чистое, компактное оборудование, которое не имеет никаких выбросов в атмосферу. Также мы не используем это как в старых котельных мазут, топливо дизельное, уголь. Все эти насосные установки появились три года назад, а котельных обычных здесь вообще никогда и не было. И это не последнее зелёное новшество распределителей энергии традиционной. Пару лет назад здесь установили ветровые роторные турбины Болотова. К слову, природную энергию важно не просто добывать, но и грамотно её распределять. Местные инженеры эту технологию ужасовывают. На территории предприятия есть более 30 уличных фонарей. Они ночью употребляют именно ту энергию, которая за день была выработана ветровыми установками. Вдобавок могу сказать, что на всех этих фонарях раньше стояли 250-400-ваттные лампы. Сейчас мы их заменили на энергосберегающие. Виндротеры Болотова в совокупности дают 7 киловатт электричества. Для их старта достаточно дуновения ветра в 2 метра в секунду. Независимо от направления ветра, эти турбины разгоняются до 350 оборотов в минуту. А в ШТИ получать электричество помогают солнечные модули. Зелёную энергию по всей стране вырабатывают уже более 50 таких ветровых установок. Национальная водохозяйственная компания. Вполне возможно, скоро появится в Казахстане и такая её основная цель – наведение порядка в сфере управления водными ресурсами. В частности, обеспечение соответствия наличия водных ресурсов и водозабора национальным приоритетом. Планы эти существуют пока лишь на бумаге. Впереди у инициаторов проекта ещё несколько этапов обсуждения. Преимущества создания национальной компании по водным ресурсам, говорят эксперты, очевидно. У отдельного ведомства будет выстроена более эффективная тарифная политика и корпоративные принципы управления. Не менее важный аспект – компания сможет привлекать внешнее финансирование, а это должно уменьшить зависимость от республиканского бюджета. Сегодня же у нас любой объект надо построить, обязательно в бюджет надо идти. Хотя в будущем это может быть работой так, что если есть необходимость построить магистральный водовод в той или иной области, если будет нормальный тариф, будет нормальный менеджмент, они сами заняли деньги на внешних рынках, привлекли, построили водовод, сами оперируют, сами отбивают и народному хозяйству принесли большую пользу, не залезая в бюджет. Обязанности у такой компании будут обширны, их распишут в соответствующем документе. К слову о документах, в связи с переходом к зеленой экономике, изменения и дополнения ожидаются в скором времени и в законодательстве. Модернизацией подвергнутся более 20 законодательных актов, в том числе и водный кодекс. Законопровод очень большой, он предполагает внесение изменений в целый ряд кодексов, экологический, лесной, земельный, водный кодекс, более 24 законов. На сегодняшний день таблицы готовы. Дефицит воды во всем мире растет, поэтому изменения в кодексе должны будут стимулировать компании к эффективному использованию живительной влаги. То есть мы все понимаем, что при том уровне ресурсопотребления, который сейчас у нас наблюдается, очень сложно строить будущее, которое будет устойчивым, которое позволит обеспечить достойную жизнь всем гражданам. Поэтому, наверное, надо рассматривать все эти изменения не как некий тренд, не как моду, а как необходимость, без которой, собственно говоря, ничего сделать невозможно. 32 тысячи тонны углекислого газа продано. По системе торговли квотами впервые в стране были проведены биржевые торги. Несмотря на то, что механизм начал работать еще в прошлом году, реализовать его на практике получилось только сейчас. Тонна вредных выбросов стоила 455 пенге. Всего же было распределено более 150 миллионов тонн СО2. Кто и как может торговать новым товаром, а также как это отразится на нашей экологии, расскажем прямо сейчас. 178 казахстанских предприятий согласно национальному плану получили квоты на выбросы. Компании по результатам прошлого года, имеющие излишки, начали выходить на биржу. В нынешних первых торгах участвовало 5 фирм. Для этого они обращались к дилерам или брокерам. Отметим, что уменьшение количества выбросов должно происходить не за счет снижения объемов производства, а благодаря принятию экологических мер. Те предприятия, которые вложили средства для приобретения оборудования по снижению выбросов, они должны как-то государством стимулироваться. Самое лучшее стимулирование – это возврат им этих денег и средств. Вся система торговли квотами сделана для того, чтобы добросовестное предприятие, которое вкладывает деньги в средства, оно могло излишек квот, который у него остается за счет снижения выбросов, реализовать. Приятное с полезным – заработок на заботе об экологии. Тут или ты постоянно покупаешь квоты на выбросы углекислого газа, или, наконец, приобретаешь новые фильтры и переходишь на экологически чистое топливо. Казахстан одним из первых среди стран СНГ ввел систему торговли квотами. Эксперты отмечают, если в ближайшем будущем мы сможем выйти на международный рынок, эта система смогла бы привлечь большой поток инвесторов. В настоящий момент система торговли квотами является закрытой. Только внутренние торги проходят на территории Казахстана. Продавать за рубеж нельзя. Однако через несколько лет, когда вся система торговли квотами в Казахстане окрепнет, будет рассмотрена возможность торговли с иностранными компаниями за рубежем. Многие компании-инвесторы могут участвовать в проектах по установке оборудования тем или иным предприятиям, взамен которых они смогут получать квоты или углеродные нити, которые в последствии смогут продавать. Это была программа «Зелёная экономика». Смотрите нас в эфире, читайте нас в Твиттере и комментируйте наши видео на официальном сайте канала 24KZ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова